Профессия педагога в России всегда была почетной и уважаемой. Учителя, кроме образовательной, играли важную роль во всестороннем воспитании подрастающего поколения. Эта традиция сохранилась в нашей стране и до сих пор. Профессиональный праздник День Учителя отмечается российскими педагогами с 1965 года. И он давно уже стал по-настоящему народным. Для каждого из нас детский сад, школа, учреждения дополнительного и профессионального образования стали ступенями развития. И педагоги, которые работают там, навсегда вошли в нашу жизнь, оставив только светлые воспоминания о времени обучения. И славянские учителя, которые занимают свое достойное место в образовательной сфере Кубани, в этот день получают поздравления и слышат в свой адрес только самые добрые слова. И они заслуживают громких слов, потому что на деле поддерживают отличный уровень нашего образования. Это праздник, который вызывает особую радость, я думаю, на глазах не только населения, но на глазах детей и родителей. Действительно, все, что связано на земле, связано с именем учителя. Почему? Потому что любая профессия начинается с профессии учителя. Поэтому я думаю, что это самый прекрасный праздник на земле. Мне хочется пожелать всем учителям чистого неба над головой, крепкого здоровья, учить молодых, передавать знания молодым. Это очень непросто. Мне хочется, чтобы наши коллективы пополнялись молодыми учителями. Дом культуры встречал гостей праздничным убранством и прекрасной музыкой. Профессиональный праздник – это повод для законной гордости. И учителя по праву гордятся достижениями своих талантливых учеников. Я считаю, что профессия учителя очень востребована, очень творческая, очень требующая активности от педагога. Я, в свою очередь, хотела стать учителем большую часть своей профессиональной и школьной жизни. Я считаю, что для учителя нет ничего приятнее достижения учеников. Я могу сказать то, что учителя дают основу в наших знаниях. Они, в принципе, они нас научили говорить, писать. Они вложили в нас, получается, огромный вклад. Благодаря им мы развиваемся и достигаем чего-то в будущем. Мне бы хотелось поблагодарить всех наших замечательных учителей, потому что они провели нас до 11 класса. Вот я скоро выхожу во взрослую жизнь, и это все благодаря нашим учителям. И вот взгляды всех собравшихся обратились на сцену, где началась праздничная программа. Мы сегодня от каждого сердца вам говорим спасибо! Ребята, ребята, праздник начинаем? Начинаем! Берем мы в трюмы, в корабельные учебники, И с нами вы, как прежде, снова у руля. Мы капитаны и немножечко волшебники, Учителя, учителя. Отличное настроение было создано и поддерживалось в течение мероприятия. По традиции были поздравлены ветераны отрасли, приглашенные на торжество. Благодарности за свой труд заслуживают все представители образовательных организаций. Самым добрым, благородным, народным праздником Днем Учителя. Пожелать вам всем, прежде всего, крепкого здоровья, частых успехов в вашем нелегком титаническом труде. Это благодаря вам, нашим педагогам, которые дельно и ночно работают во благо будущих наших поколений. Спасибо вам за этот труд и низкий поклон. Труд учителя по праву считается созидательным и творческим. Быть учителем – большая ответственность, потому что для того, чтобы хорошо учить школьников, нужно самому совершенствоваться. Ведь обучать – значит учиться всю свою жизнь. На прошлой неделе я был на межрайонном слете молодых педагогов. Вы знаете, как душу тронули слова? Мы – учителя. С каким торжеством, с какой ответственностью, с каким уважением к профессии выступали наши молодые педагоги. И в этом хороший знак. Они пришли в хорошую семью, в очень крепкую, сильную семью педагогов Славянского района. Мы уверенно занимаем место в десятке лучших по качеству, по созданию условий. А в основе этого – опора на традиции, опора на достигнутые нашими предшественниками, нашими наставниками. И молодым учителям Ельского, брат-пример, и сегодня мы назовем имена тех, кто пополнит галерею наших почетных имен и другого легенд. День учителя по праву считается всенародным праздником. И думается, это потому, что учительство – не просто работа, призвание, образ жизни, которому общество предъявляет высокие требования. И этим требованиям учителя муниципалитета вполне отвечают. Мы всегда уверенно знали, что дети, наши дети Славянского района, получат достойное будущее. Потому что профессионализм и высокий уровень мастерства наши коллеги на протяжении длительного времени показывают в результатах. Более полутысячи детей нам в зала не хватало, чтобы наградить всех наших деток, которые достигают серьезных результатов. И сегодня было уже сказано, что мы хотим добиться результатов не только на уровне нашего Краснодарского края, но и на уровне Российской Федерации. У нас уже есть серьезные заделы и серьезные победы, которые мы, конечно, всегда с трепетом ждем. Главное достояние отрасли образования – это люди с опытом работы, знаниями, умениями и духовным богатством. О них и шла речь на мероприятии. Учитель, пожалуй, самая главная профессия для современного общества. Потому что учитель не просто учит, он воспитывает в ребенке самые главные качества. Так было, так есть и так будет всегда. Помните, как у Лоберта Рождественского – учитель, профессия дальнего действия, самое главное на Земле. Не только в год педагога и наставника. Давайте каждый день просто так говорить нашим учителям спасибо. Нам нельзя забывать, что в каждом из нас есть частичка их души. Образовательной сфере уделяется в муниципалитете большое внимание. Сегодняшний праздник – прекрасный повод еще раз поблагодарить учителей района за их благородный труд. Чествование лучших учителей, воспитателей, преподавателей, директоров школ и заведующих детских садов, которые все силы отдают своей нелегкой работе, стало центральным событием торжественного мероприятия. На сцену приглашались для награждения победители профессиональных конкурсов. Это настоящие мастера своего дела, отмеченные почетным знаком за большой вклад в развитие системы образования района. За успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения чествовались педагоги. Им вручались благодарственные письма Министерства образования Краснодарского края и Комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Законодательного собрания Кубани. Церемония награждения продолжилась приглашением на сцену лучших представителей профессии 2023 года. Звание «Заслуженный учитель Краснодарского края» было присвоено Юлии Булах, учителю русского языка и литературы третьей школы. Ее ученики – победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, показывают высокие результаты в творческих конкурсах. Также этого звания была удостойна учитель русского языка и литературы 12-й школы Евгения Завада, чьи учащиеся добиваются стобальных результатов на сдаче ЕГЭ. В номинации «Педагог-легенда» было трое награжденных. Педагогом-легендой светлой памяти стал Николай Федорович Баранов, который с 40 лет был директором сельской школы в хуторе «Черный Ерик». Педагогом-легендой названа Валентина Степановна Полывьян, отличник народного просвещения, 40 лет возглавлявшая первый детский сад. Также это почетное звание получил Андрей Николаевич Чабанец, преподаватель-организатор ОБЖ 29-й школы, бессменный руководитель военно-патриотического клуба «Будущий воин», на счету которого много ярких побед на соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Мне очень приятно, что в данном случае отметили меня как ветерана. Я пока работаю, но и мою специальность как минимум поддержит мои сыновья. Три сына родились и поддерживает меня в данном случае. Это большой труд для того, чтобы подготовить как минимум призера, чемпиона какого-то. Но самое главное – желание детей. Вот дети начинают приходить как минимум с пятого класса, просятся, записываются ко мне в клуб. В течение нескольких лет, конечно, мы готовимся, показываем результаты. Много теплых, сердечных слов в этот день было сказано в адрес всех героев торжества. И они действительно заслуживают этой похвалы. Ведь от их мастерства зависит будущее нашего муниципалитета, края и всей страны. И это будущее в их руках. Учителя все, как первый раз, белый бар, белый мер. Учителя слезный парьский парьс, но он звучит во мне. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова